Крупнейший кредитно-финансовый институт страны Сбербанк России объявил о собственной реорганизации. Уже с 1 января следующего года объединятся его восточно-сибирские и сибирские филиалы. Новая структура будет обслуживать крупнейшие регионы как Западной, так и Восточной Сибири, в том числе и Красноярский край. По мнению экспертов, красноярцы эти изменения на себе никак не почувствуют. По словам председателя восточно-сибирского филиала Алексея Логинова, изменения в структуре банка идут уже несколько лет. Ранее объединили восточные подразделения, и вот настала очередь нашего федерального округа. При этом Сбербанки подчеркивают, все перемены связаны исключительно с оптимизацией внутренней структуры и реорганизацией управленческого аппарата. Возможно, некоторые руководители переберутся из Красноярска в Новосибирский офис, хотя часть топ-менеджеров все-таки останется на работе в краевом центре. На территории Красноярского края у нас сформировано головное отделение по Красноярскому краю. Оно сейчас успешно функционирует, мы дополняем его функциями, то есть остается вся та же сеть, остаются те же люди на работе, остаются те же сервисы, те же полномочия, та же структура и те же механизмы принятия решений. То есть, в принципе, ни клиенты юридические лица, ни клиенты физические лица ничего не заметят, то, что головной офис по Сибири будет находиться в Новосибирске. После объединения Сибирский банк будет обслуживать Красноярский край, Хакасию, Алтай, Тыву, а также Кемеровскую, Новосибирскую и Томской области. По словам Алексея Логинова, банк, входящий в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, продолжит отчисления в краевую казну практически в том же объеме. Первыми по этому пути пошли из крупных банков, я имею в виду Альфа-банк, ВТБ, они уже достаточно давно перенесли свои филиалы в Новосибирск, а здесь находятся либо дополнительные офисы, либо кредитно-кассовые офисы и так далее. Финансовый аналитик Дмитрий Зотов в укропнении филиалов Сбербанка не видит ничего необычного. Чтобы облегчить управление и сократить собственные издержки, ранее также поступили другие финансовые организации, работающие в Сибири. Эволюционным называет нынешний процесс Сбербанка и финансовый аналитик Александр Воронов. Фактически все банки проводят сейчас оптимизацию расходов и управленческого аппарата. То, что непосредственно сейчас происходит с Сбербанком, к нему, конечно, более пристальное внимание, так это и бренд, это и лидирующий банк, фактически во многих позициях России. Мы его все знаем давно. Это тоже вполне, в принципе, закономерно. Уже не помню, но, кажется, полтора года назад или два года назад уже проводилась ряд оптимизаций, передача некоторых функций непосредственно в Новосибирск. Сейчас эволюционный процесс, сейчас идет дальше и оптимизация уже управления. Сокращение офисов Сбербанка в крайней будет, заверяет его руководство. Напомню, что ранее стало известно о предстоящем слиянии структур Сбербанка и в европейской части страны. Объединятся Северокавказские и Юго-Западные банки. При этом Северокавказский будет закрыт в установленном порядке, а его функционал передадут Юго-Западному банку. Что касается будущего председателя Восточно-Сибирского банка Сбербанка России Алексея Логинова, то, по его же словам, контракт с финансовой организацией у него заканчивается. И, скорее всего, в ближайшее время он перейдет на работу в Центральный аппарат Сбербанка России. Сергей Кузовков, Александр Ермошенко. Новости. Новости.